Главной интригой было, вернется ли Григорий Явлинский на пост председателя Яблока. Точнее, будет ли такая возможность. Ведь для этого нужно кардинально поменять партийный устав, чтобы он не запрещал главенствовать больше двух раз. И политологи такой поворот не исключали, а многие рядовые члены партии были бы за. Но высокопоставленные партийцы опровергли два срока, не больше. Сам Григорий Явлинский ограничился полуторачасовым докладом о партии, стране и мире. Привычная критика действительности и власти, но, пожалуй, впервые легкая нотка грусти. Построить идеальную демократию не получается даже у тех, на кого равнялись все постсоветские годы, судя по протестам от Парижа до Гонконга. Мир меняется, меняется довольно быстро. Поэтому, как и раньше, так и теперь, нам нужно со всеми дружить, но жить своим умом. Нужно так вести свои дела, чтобы всегда быть уверены, что мы понимаем свои национальные интересы и делаем все в наших национальных интересах. Но все же ближайшая цель партии вернуться в парламент. Ни одного депутата Яблочника в Госдуме нет с 2007 года. А амбиции есть. Под чьим руководством? Вот в чем следующая интрига. Основных претендентов трое. И между ними, похоже, серьезная борьба. Например, действующий председатель Яблока Эмилия Слабунова уходит от прямого ответа на вопрос, с чем идете на выборы. Что я сделаю, я расскажу после выдвижения, потому что программа моя очень неожиданна. Про нее никто пока не знает. Это абсолютный секрет, поэтому... Намекните хотя бы на тематику. Ну, тематика одна. Называется программа «Яблоко-2021» через конкуренцию к победе. Под председательством Эмилии Слабуновой в Госдуму Яблоко однажды уже не прошло. И это автоматический плюс для ее заместителя Николая Рыбакова. Теперь он сам готов занять кресло. Тем более, что основная претензия к Яблоку от избирателей – все никак не созреет смена. Где новые лица? А Рыбаков – формально молодой политик, но с партийным опытом в четверть века. Лично для меня, как для лидера партии, будет очень важна, конечно, экология, правозащита и просветительство. Но у Яблока всегда есть специалисты по очень многим темам. Это и оборона, и международные отношения, и здравоохранение. И, собственно говоря, я вижу свою задачу, как руководитель партии, объединить людей в партии, объединить разные поколения. Не просто молодых, но ярких. Вот кого не хватало Яблоку в последние годы, как говорят политологи. После Явлинского и Митрохина, пожалуй, самый известный член партии – Лев Шлозберг. И, судя по агиткам на столах, у него самые звездные сторонники, хоть и беспартийные. Мы будем депутатами, которые будут слышать, как бьются сердца десятков миллионов людей в нашей стране. Потенциальная аудитория партии Яблока в нашей стране колоссальна. Я сегодня ее оцениваю более чем в 10 миллионов человек. Но эти люди за последние годы перестали ходить на выборы. Выбирать нового главу будут ночью. Результаты объявят завтра. Заседание явно затягивается. В устав партии вносят столько изменений, что съезд решено продлить до следующего года. Обсуждение продолжат в 2020-м. Глава Яблока может быть прежним или новым, но это будет не Григорий Явлинский.